Ребята, всем привет! С вчерашнего места начинаю и сегодня. Только что сегодня будет совершенно другая задача и у ребят, и у меня. Ребята сегодня будут переносить металл от дома, прятать Паша с Тимофеем а я буду дальше заниматься ванной. Сейчас подготовлю место куда они будут перекладывать металл подготовим вместе так сказать и пойдем работать в общем вот сюда складываем мы металл вот тут он будет лежать до тех времен пока не будет делаться забор это будет через месяц или это будет через год или будет через 10 лет ну я образно говорю вот здесь вот сюда носится весь металл складывается вот купил я 4 литра полусинтетики для генератора понятно что это сшел это самое классное масло но смысл жалеть на масле для нового двигателя я вообще не вижу лучше классное масло и будет долго работать двигатель чем ну ребята ну потише кричите тут и двигатель будет работать и генератор будет работать и вчера забрал покрышку еще одну для машины зимнюю и сейчас переверну покажу ну вот это вытяжка наша для кухни тоже гефест белорусская получается вот ее марка все у нас плита будет гефест привезут и вытяжка белорусская я принес специальную вытяжку домой чтобы вам показать да самим посмотреть хоть в нормальном она состоянии слушай это время идет нужно все проверять теперь коричневую мы взяли а почему она снизу коричневая она должна быть белая снизу она белая снизу покажи мне показалось что коричневая коричневая а должны были с белым низом прислать ну может и к лучшему легче мыть будет светильник светится а вытяжку включи да я вижу лампочки светится а вытяжку включи подожди по поводу вытяжки нужно ее открыть конечно у нас вы даже не представляете сколько лет я мечтала о вытяжке но у нас не было возможности ее ставить не было нигде у нас ни вы для вытяжки никаких мест никогда когда мы здесь сделали дом у них предусмотрено это все для вытяжки а вот там все запаковано смотри сейчас бы я включил да представляешь надо все распаковать ну пока Боря распаковывает я сниму ну расскажу это где-то что-то подгорит у нас в Новосибирске когда мы жили у нас всегда стоит на кухне в Горохово мы еще взяли ее или нам подарили не помнишь ты подарил кто-то да из подписчиков прислал то ли мы сами купили а мы для газа сами купили а для этого противопожарный нам подарили из Германии да 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 вроде бы из Германии да 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 вроде бы из Германии прислали ну уже не помню давно это очень было и мы всегда держали ее в кухне это очень классная вещь всем рекомендуем противопожарная вот эта безопасность сигнализация малейшие где-то вот блины конечно подгорают когда блины долго печешь сковородка начинает немножко дымить иногда или там оладьи печешь иногда срабатывает это конечно злит очень раздражает вот а иногда и прям спасала где-нибудь не доглядишь раз подгорела и все поэтому классная штука сигнализирует на любой дым вот и но я к чему что жаришь блины оладьи идет этот дым запах в доме такой знаете туманом заволакивает иногда хотя вроде ничего не горит я на масле не жарю и так далее но все равно это процесс такой длительный я пару часов обычно всю семью делаю потому что сковородки только две делаю а делаю прям целую кастрюлю очень много делаю блинов или оладьям вот ой ой еще здесь есть свет смотри класс и поэтому я всегда мечтала о вытяжке особенно когда мы дровами то пыли где-то надымит где-то еще что-то вот это моя мечта была первая скорость слышишь кака первая еле еле это можно вот так включать на постоянку зачем у нас вентиляция а у нас вентиляция в принципе в доме есть и так она идет просто постоянно да да это если нет вентиляции тогда можно будет постоянно с этих воздуховодов идти пар зимой да 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 кстати класс у нас вентиляция наконец-то в доме у нас все короче сделано по фэншую в доме и вытяжка ты понимаешь у меня впервые в жизни впервые в моей жизни у нас у меня где я буду жить будет вытяжка впервые сколько я домов поменяла квартир домов впервые у меня будет вытяжка и впервые я смогу когда жарю блины чтобы этот запах не распространялся не впитывалось все знаешь через угольный фильтр он стоит сейчас в закрытии кстати здесь можно закрываешь вытяжку и угольный фильтр чистит воздух да чисто в доме прогоняет через себя вот здесь выходит грязный воздух чистит а можно ну нам чистить не надо у нас это как сказать лучше чтоб проветривание было это и есть чистка воздуха чем внутри воздух чистить я например не могу жить с закрытыми окнами у нас зима не зима а мы с Борей смеялись когда в Новосибирске жили видите у меня все время окно а вот сейчас прикрылось окно открыто ну вот в основном вот так вот настолько все время открыто ночью вот так постоянно открыто всю ночь Боря заход говорит у тебя так прохладненько я говорю наоборот свежо дольше сохранюсь а мы смеялись в Новосибирске идешь подходишь к нашему дому зимой везде окна закрыты а у нас открыты запечатаны весной проходишь у всех окна закрыты у нас открыты на распашку осенью проходишь у всех окна закрыты запечатаны у нас на распашку Летом окна закрыты у людей Я все время хожу и думаю Как они же, как можно жить с закрытыми окнами Вообще, вы мне объясните это Как? Мы, если окна не откроем, такая духота в доме Не может, если один человек живет Принцип кислорода на больше хватает У нас же 8 человек, получается, живет Кислород на меньше срок хватает Короче, у нас всегда открыты окна Поэтому у нас всегда проветриваемый чистый воздух в доме А вытяжка чистая для готовки Что-то готовишь Влагу она же тоже вытягивает, получается Если будет высасывать в трубу Пар, конечно, пар будет Влажность лишнюю будет вытягивать Сырость и так далее И в ванной, нам тоже кто-то посоветовал Окошко в ванной сделать для вытягивания сырости Потому что, говорит, сырость будет А у нас там вытяжка У нас в туалетах стоит вытяжка И в ванной стоит вытяжка Естественная И в кухне стоит вытяжка Естественная И получается, только открывается дверь в дом Или в ванную или в туалет, и естественно идет обмен воздухом. В туалет заходит воздух, с туалета выходит воздух. Теплый выходит сверху, прохладный, хороший заходит снизу, свеженький. Так что все продумано, слава богу, у нас дом в этом плане продуман. Так что я говорю, Боря, наконец-то моя мечта сбылась. У меня много мечт с этим домом сбылось. У меня сбылась мечта, что у нас много комнат в доме, и что у подростков свои комнаты. У меня сбылась мечта, что мы с Борей живем в разных комнатах. Хотя она появилась недавно, но все-таки мы высыпаемся. Я не просыпаюсь ночью практически вообще. Только в туалет сходить там. Ну где-то что-то стукнуло, где-то кто-то, например, пошел в туалет, разбудил. И у меня сбылась мечта туалет на втором этаже. Что не надо бегать на первом. Это моя мечта много-много лет, пока мы жили в Гороховой, бегали все на первый этаж. Еще и в веранду. Да, у меня сбылась мечта, какая еще? Вытяжка. У меня сбылась мечта теплый пол. Вернее, не то, что теплый пол, а постоянное отопление без топки дров. Вот этого, что без перепадов температуры. Хотя мы это отрегулировали, почти отрегулировали в Горохово. Потому что мы там обогреватели ставили. Но это все равно было немножко не то. А здесь как бы вообще постоянная температура, есть возможность постоянного проветривания. Какая у нас еще мечта сбылась? У меня мечта сбылась жить недалеко от города. Мечта сбылась жить рядом с церковью. Потому что долго лет мы мечтали об этом, чтобы как-то церковь была рядом, а не ездить за 2000 километров. Короче, ай, тихо. Много-много мечт сбывается просто. Да, уже какое-то время еще с Горохово мы мечтали с тобой об электроплите, на которой быстро, на которой можно готовить. Помнишь, нам еще в Горохово советовали, ребята, купите себе стеклокерамическую плиту. Но мы всегда думали, что на этой плите можно готовить только в специальной посуде. И когда нам здесь уже, в Новосибирске, друг нам сказал или кто? Кто-то тебе сказал. Мой знакомый. Говорит, что там вы, они заговорили за плиту или за что? Он говорит, так у меня плита, говорит, я готовлю на все. Он у меня бэушный купил, я спросил, какую он показал, спросил за посуду, за все. Говорит, на всех можно посуду, на любой посуде. Если индукционная плита, то там, да, там только специальная. А это стеклокерамика на любой. Да, и мы такие, ай, неужели теперь мы сможем себе такую купить? Потому что менять посуду я не собираюсь и готовить только в специальной. Посуда разная бывает, во всей хочется готовить. Короче, много меч как-то сбывается за последние года. Ну, много и не сбывается. Ну, много и сбывается. Жизнь, она такая, что-то сбывается, что-то не сбывается. Бог всегда дает нам то, что будет для нас полезнее всего. Хотя мы, может, об этом не знаем, не подозреваем, хотим для себя чего-то другого. Все любящие Господа содействуют ко благу. Да, мы живем принципом, что любящим Господа все содействует ко благу. И иногда нам кажется, что Бог дает нам не то, что мы просим. Но я все время сравниваю пример с маленьким ребенком. Если вы думаете, что Бог вам дает не то, что вы просите, ну, иногда мы получаем то, что заслужили своим поведением, конечно. Это последствия греха, последствия гордости, последствия глупости, например, да, это уже не Бог дает, а мы сами получаем. Мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что все любящие Господа содействуют ко благу. И когда Бог не отвечает на наши молитвы, и вот есть такая вероятность обидеться. Ну как, не вероятность, а предпосылка, да, обидеться на Бога. Вот почему одним дает, другим нет. Я все время сравниваю нас как родителей с маленьким ребенком, например, там 10 лет, который просит автомобиль. Папа, можно я поеду в магазин в автомобиле, подари мне автомобиль, например, да. Понятно, что папа скажет тебе, сыночек, давай так, сначала ты отучишься, сначала ты привыкнешь ездить по сельской дороге после учебы, потом я тебя буду выпускать дальше, чтобы я был уверен, что ты будешь ездить. И сын такой, ах ты мне не отец, что ты такой за отец любящий, что ты мне не хочешь подарить машину. Ну извини, сыночек, дорасти сначала до машины. Обстоятельства такие, что я не могу тебе просто ее дать. Ты не созрел ни физически, ни профессионально, да, ну как бы. Вот так же иногда наши обиды похожи на вот эти обиды маленького ребенка на Бога. Ну на папу, да, и так же мы обижаем. Ну как это так, ты одним даешь, а нам не даешь. Ну значит не пора еще. Что, смотришь, да? Да, да, смотри как они перекидывают. Песком играют, ребята. Паша им принес туда песок. Вот они там играют песочком. На улице сегодня хорошая погода. Кофточки, правда, не надели, говорю, оденьте, потому что ветерок прохладный. Но погода просто прекрасная на улице. Мне нужно машиной заниматься как-то и ванной заниматься. Не, ванная превыше всего сейчас. Ванная просто горит, все, уже в душе мыться невозможно. Не, вот в такую погоду, да, вот как раз сегодня, да. Да, я тебя хотел, кстати, попросить сегодня очень тепло, поэтому сделай нам, пожалуйста, душ. Очень хорошая погода. Они в футболках бегали. Я говорю, не, ребята, оденьте. Мы недавно после болеечки, я же говорю, но я младших, потому что, видишь, они не сильно бегают. Вот, если, например, там ты работаешь, Паша работает, больше физика, нагрузка, то младшие вот сели, сидят. Я говорю, не, ребята, оденьте кофточки легкие, но они, одень. Шо, я такой красавчик. Переносил все? Нет, он носит сейчас, но складывает. Идеально? Идеально просто. Ты снимал? Ну, так, буквально пару минут. Вот, пойди с ними, как сын, иди. Вот человек будешь относить? Ты ее туда в конец, все, что для ремонта ставь, чтобы не затерять. И пойди сними сына. Короче, ребята, не обижайтесь на Бога. Думайте о своих последствиях. О своем поведении, прежде всего. И если вы чувствуете, что ваша совесть чиста, и вы все делали правильно и хорошо, я обычно молюсь так, Господи, я не без идеала, я не идеальная, я не без греха, я не без ошибок, но обрати мои ошибки во благо и дай мудрости, но все остальное от тебя. Все, что даешь, благодарю, все, что не даешь, доверяю. Потому что, ну, по-другому не, никак Бог мудр, и Он все дает нам то, что нам надо. Ну и, конечно, нужно самому быть мудрым в этом плане. И, как сказать, не искушать ни Бога, ни людей. По совести жить. Так что иди, сними нашего Пашуню, который по совести складывает. И отнеси по совести на место, хотел сказать, нашу мультиварку. Нашу мультиварку. Да, туда, где у нас все для ремонта. Пока-пока. Куда пока-пока. О, меньше, меньше, все, меньше материала. О, ровненько, отлично, как это, как одна лежит. Как одна. Все. Пойду я заниматься ванной, а ты тут заканчивай. Борис Борисович на велике рассекает. Темка, красавчик. Да куда ты побежал? Да ладно, ладно, ладно. Уже в стихо пакет, забирай его. Ты ждешь, да? Повернись и посмотри назад. Видишь мелкий металл сверху? Я еду готовлю. Ты еду готовишь? Ну, в перерывах, когда ты еду готовишь. Помоги Паше. Его нужно на сторону убрать весь. Вот туда на то пятно, где травы нету. Там, где мусор у нас лежал. Вот туда на кучу нужно весь вот этот мелочь всю скидать. Только шестиметровый оставить. Окей? Сэр, да, сэр. О, молодец. Тимофей Борисович на кухне. Что делаем? Показывай. Показывай, показывай. Сам? Это не мои рецепции. Показ не в моем стиле. Это что? Это фуб. Фуб? Фуб. Фуб. Фуб с... Капуста, картошка. Капуста, кабачок, как он, перец, лук, морковка, вода, укроп, лебеда. Соль. Соль. Еще две приправы, там чеснок. Ой, перец черный и... Красавчик. Борис Борис Борисович решил правильно взять. Тихо, тихо. Тихо, я возьму. Хорошо. Ты взял... Смотри, и тащит его. Он легкий этот ящик, просто что габаритный, неудобный. Ну что ты, красавчик. Максим. Хорошо. Хорошо тебе? Тепло тут? Да. Ну, это стука. Называется... Такая стука. У меня один... Один шестеренка. Понятно. Куда ты поехал уже ею? Вот. Ну и сейчас буду сидеть. Вот они ездят. Вот и позже ездят. А вот и позже. Так как я с Пашей сказал, так я и принял решение. Тут нужно дошпаклевывать. Шпаклевка сохнет. Ну, пару дней. Я это сделаю. Может, сегодня успею сделаю, а нет, буду делать завтра. А сегодня покрашу вот эту стену, ну, с захватом потолка немного. И этой стены, чтобы повесить бойлер. Она уже готова к покраске. Повесить бойлер и запустить теплое водоснабжение, чтобы была горячая вода. Чтобы можно было вечером ноги помыть, уже не в холодной воде. И не греть воду для того, чтобы помыть ноги. А чтобы была теплая вода. Вот такое вот решение я принял сделать сегодня. Пока там Пашуня чай пьет, ребятам дал задание... Отнеси ящик. Ящик? Хорошо. Отнесу. Ребятам дал задание мелкий металл, вот эту всю мелочь, перенести... Все, Роша, катывай тележку, Сан. Перенести за это, за хозпостройку вот эту. Хо-хо-хо-хо. Он легкий, он даже Боря взял трубку и потащил. Пап, я здесь помню, что застрял? Да. Я после этого сказала, да я смогу сам. Только с разгона надо. Не останавливайся, давай. Давай, 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 давай. Вы сильнее, сильнее, сильнее. О, красавчик. Спасни. Красавчик, смотри. Ты доехал. Ха-ха-ха. И вот я им сказал сюда сложить назад. Нет, ты не проедешь, я тебе говорю. Кто это там? Хорошо, что я же вам завидую. А кто-кто в теремочке живет? А я, а я. Теремочки. Боря побежал кук в торцу оставлять. Говорит, мама, так жарко. Жарко на улице. Ладно, покупаться сегодня надо. Максимка, домой, хочешь, ты мой ручки помолк. Он песком игрался на нас сейчас, да, Боря? Сними мне. Снять? Тебе жарко? Да. Боря. Сейчас снимем. Ты точно игрался песочком, соскучился. Да, да, да. Пойдем, и я тебе сниму кофточку. Пойдем. А я по поводу велика хотела сказать. Я искала велик, Боря купить не нашла. Но говорю, Боря, покатайся пока на Сашину, потому что сейчас зима начнется. Гоняет. Аккуратно, аккуратно. Велик не хочет, поэтому нужно ему велик. Я ищу на Авида, ищу, пока нет, ящик. Нужно просматривать. Если успеем еще до снега купить, купим. Да. Две-три тысячи продают. Если не успеем, тогда мы уже с инорисной купим. Ну, короче, вот такие дела. С великом обстоят. Меня, наверное, не видно, да? Видно, видно тебя. Видно, видно. Смотри, а то губы в сеточку встанут. Вот так приходится ванну частями делать. То побежал к ребятам, то побежал к Тане, то побежал еще куда-то. И так думаешь, когда же его делать? Вот когда его делать? Везде всем папа нужен. Туда нужен, туда нужен, там сделать, там принести, там подать, там подержать. И вот правильно я сделал. Бойлер поставлю. Вот покрашу сейчас под бойлер, переслою. И поставлю бойлер. И буду продолжать заниматься этим. Не буду еще стену красить. Мне главное сегодня поставить горячее водоснабжение. Папа, мы все сделали. И в будке сделали? Да. О, красавчик. Папа, мы молодцы, разделали. Все отлично. Говорю, молодцы, разделали. Все отлично. А ты можешь мне насыпать этот суп? Суп насыпать? Да. Сейчас пройду. Второй слой. Хорошо? Ага. Пять минут, и насыпем. И сам взял и покушаем. Папа, ты сначала сверху делаешь, чтобы потом сверху не делать? Нет, я делаю вверх, чтобы поставить бойлер сегодня. А какой? Чтобы у нас вода была теплая в доме. Ну, да, в доме. А ты открываешь горячий кран? И течет горячая кран. А, а, ты сегодня сверху на фарму? Нет, я же сказал бойлер. Чтобы ты мог ножки мыть, не греть воду чайником в миску. А открыл горячий кран с горячей водой, и вода потекла горячая. А, а то горячей воды нету. Как нету, здесь вода. Горячая. Ну, вот сегодня я хочу поставить, чтобы была горячая вода. Горячей воды нету. Пока нету, да. Но в прошлом доме была и холодная, и тёпная, и горячая. А зачем ты тут потолок делаешь? Потому что бойлер тут будет. На потолке? Нет, не на потолке. Кто мне сюда где-то? Бойлер будет, увидишь-то, сын. Я не хочу сейчас отвлекаться. Показывать и рассказывать. А это что такое? Папу ты делал? Нет ещё. То есть тут всё высохло. Да всё высохло. А это вот что? Это вообще можно это покупать? А это горячая, холодная вода будет в ванной. А, это горя... Это горячая... Аня, я не понял, как будет. Как больше, азовер на маленьком кранике. Там ещё маленький краник сформался, и там ещё такие штучки были для маленького краника. Такие нет? Нет. Чего будет горячая? А это холодная? Я не знаю, где какая, но там один горячая будет, а один холодная. А там чёплые зачем не сделали? А как сделать чёплые воду? Когда есть горячая и холодная. А! Можно холодную стоячую смешать, и получится тёплая. Всё верно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok